Друзья, всем привет! И сегодня я хотел бы поговорить о том, как вообще происходит настройка квадрокоптера, когда у вас нет под рукой целого компьютера. Конечно, с компьютером всех этих проблем нет. Вы просто подключаете USB, настраиваете все, что вам нужно. Но бывают такие случаи, когда вы, например, в поле, либо где-то в дороге, либо где-то еще что-то резко нужно заменить, полетный контроллер, а настройки нужно перекинуть, нужно что-то подкорректировать, нужно что-то поднастроить и так далее. Как это сделать, какие есть варианты, сегодня я об этом расскажу. Погнали! К сожалению, все, что я буду сейчас рассказывать, касается в основном андроидов, поскольку у iOS очень много всяких ограничений, которые не дадут вам нормально пользоваться этим всем телом и будут только доступны некоторые функции, то есть некоторые возможности. Первым делом, что нам нужно, это нам нужно прошить полетный контроль, предположим. У нас с вами абсолютно свежий коптер, который не готов еще к работе. В случае с iOS, к сожалению, ничем помочь не могу, в iOS такой функции не поддерживается, поскольку там нет напрямую доступа через USB. Нам необходимо будет USB. Если у вас есть Bluetooth модуль, то потом можно будет настроить через iOS, но именно прошить через iOS, к сожалению, нельзя. Поэтому мы подключаем вот так вот к проводочке USB. Это обычный USB. С этой же стороны у нас OTG адаптер. Он позволяет вам подключать к телефону всякие мышки, клавиатуры, жесткие диски и дополнительные устройства, такие как полетные контроли. Мы подключаем, вставляем вот сюда. Как видно, сразу питание пошло. Для того, чтобы прошить это все дело, есть такая замечательная программа, называется Drone Flasher. Здесь вы можете выбрать прошивку, которую вы хотите прошить. Это Espressing F3. Давайте прошьем на Betaflight. Выбираем дальше. Он спрашивает, какую прошивку хотите прошить. Естественно, он подгружает их с интернета, поэтому здесь есть самые последние прошивки, такие как 3.4. Но прошьем, например, последнюю 3.4. Выбирайте здесь правильную плату. Это, например, у нас Espressing. Нажимаем Next. И он говорит, что здесь нужно купить программу. Купить программу нужно для того, чтобы прошивать самые последние прошивки. Но, в принципе, это не особо проблема. Вы можете купить. Программа стоит не сильно дорого, стоит всего 3.5 евро. Но ладно. А тем не менее, если вы хотите прошивиться, например, на старую, 3.3. Опять же, выбираем наш таргет. Это Espressing F3. Нажимаем Next. Все, пошла прошивка. И в этот момент не стоит трогать ни телефон, ни полетные контролы, поскольку здесь вам нельзя что-то, чтобы прервалось. Иначе потом будет проблема. Все. Как видно, прошивка у нас завершилась. Здесь пропоргал красный диод. И здесь написано Flashing Successfully. Мелким шрифтом, но тем не менее. Для того, чтобы поднастроить теперь это все дело, мы все еще остаемся пока на шнурке. Есть несколько возможностей. Есть несколько программ. Есть более старая программа, есть более новые программы. К сожалению, есть программы, которые уже, например, забросили поддержку. Например, вот Easy Ground Station. В свое время была очень классная программка, но в последнее время перестали появляться обновления на нее, и она задержалась на версии Butterfly 3.2. Более с обновленными версиями не работает. Насколько я понял, они забили на этот проект. Тем не менее, вы можете здесь подключиться к вашему полетному контролю. Для этого нужно нажать вот здесь вот настройки и выбрать, как вы собираетесь подключаться. Подключаться будете либо через USB последовательный порт, либо через Bluetooth. В данном случае у нас последовательный порт. Нажимаем Next, 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 Next. Все, соединится. Говорит, подключено. Это хорошо. Давайте сделаем это более правильно. Возьмем уже готовый полетный контроль, возьмем просто готовый коптер, посмотрим, что там. Подключая вот, например, вот такой коптер сюда, мы можем посмотреть, какая на нем стоит прошивка. Это Butterfly.3.3.0. За это стоит Omnibus. И в четвертой, как видно, здесь есть вся необходимая информация. Кроме того, дальше мы можем посмотреть приборная панель. То есть это под каким углами там что у нас стоит и так далее. Но это все лишнее, на самом деле, поскольку у меня акселерометр выключен, ничего показывать не будет. Кроме того, вы можете посмотреть информацию о двигателях, на каких они оборотах работают. Информация по GPS здесь у нас, естественно, пусто. Посмотреть можно было бы графики, но, к сожалению, из-за того, что новая прошивка, здесь уже ничего не обновляется. На старых, на древних прошивках здесь еще все показывалось. Но что мне нравится, что страница с настройками здесь все еще работает. Можно посмотреть PID настройки, которые здесь сохранены. Здесь вот есть все практически, что нужно, кроме вот этих, например, значений. Эти значения поменяли название, и из-за этого они здесь больше не отображаются. На основные PID здесь все еще поменять можно. Также можно поднастроить режимы, вот, например, ARM, Antigravity, AirMod у меня настроены. Посмотреть конфигурацию, если вам нужно там поправить что-то, например, с ориентацией полетного контроллера и так далее. Но, на самом деле, здесь можно, на самом деле, практически все настроить. Вот, например, протокол, можно настроить Crossfire State, выставить частоту, выставить протокол регуляторов и так далее. Но это, на самом деле, не полная стройка. Она довольно слабовата, здесь много чего не хватает. Если вам что-то действительно нужно, можно найти в CLI, абсолютно, как и на компьютере. Вы вбиваете dump, вот, все настройки, и вы можете все настройки менять вручную. То есть здесь уже, как бы, никаких проблем нет. CLI, то есть режим командной строки, работает на всех прошивках. Пусть это будет новый, старый, даже если что-то не поддерживается уже самим графическим интерфейсом, то вот здесь вот поменять можно всегда и все. Берем следующий коптер. Здесь у нас уже стоит Butterfly, стоит, но он уже не знает об этой прошивке и пишет, как CleanFlight. Здесь еще меньше устанавливается рабочим, поэтому здесь вообще не стоит, как показывает, как-то очень странно. Но из-за того, что он определил ее, как CleanFlight, поэтому здесь я не советую ничего трогать. Можно найти в CLI, конечно, и через строчку командную что-то попытаться поднастроить, но это не тот вариант. К сожалению, довольно старая вот эта программка, и она уже слабовато работает с Butterfly, по крайней мере, точно. Подержу я пока пищалку. Как видно, в iNav с этим делом все попроще. iNav он отображает, от iNav работает хорошо. Как видно, здесь вот у нас iNav, платка Omnibus, и он все время что-то ему не нравится. Как видно, версия 1.8.0, одна из свежих, и здесь работает достаточно много. Вот вам и панелька, здесь вот все градусы он показывает. Можно посмотреть ориентацию, можно посмотреть вторую приборку, где у нас он будет показывать отклонения от центрального положения угла и так далее. Этим уже можно пользоваться, и этим можно пользоваться удаленно. Здесь можно посмотреть графики, и графики, как видно, здесь уже нормально отображаются, если что-то происходит. Кроме того, также есть настройки, PID, режимы, конфигурация. Здесь можно абсолютно все режимы проверить. Как видно, здесь очень много режимов, они все работают. ПИД. Конфигурация в целом достаточно полноценная, то есть здесь есть все можно. В общем, с этим делом все хорошо, эта программа хоть и старая, тем не менее, ею пользоваться можно. Вторая программа, которую мы сегодня посмотрим, это PID Flight, которая позволяет вам настраивать чисто ПИДы. Зачастую вам не нужно там на ориентацию плату настраивать, там проверять какие-то глубокие настройки, копаться в командной стройке. ПИД Flight позволяет вам настроить чисто ПИДы и рейты. К сожалению, ПИДы через ПИД Flight на iNav не настраиваются, но ПИД Flight на самом деле сделаны больше под такую быструю работу с более гоночными аппаратами. Посмотрим на других прошивках. Это аппарат у нас на Butter Flight, нажимаем Connect. Хопа! И здесь у нас есть все настройки. Определяет даже самые последние прошивки, что мне нравится, и определяет их абсолютно корректно. Вот у нас основные ПИДы, которые на этой раме у меня есть. TPA, TPA Breakpoint, вот мои рейты для примера, если кто хочет посмотреть. Также здесь можно сохранить несколько настройок различных. Если вы хотите отдельно сделать, вот как здесь подписано, отдельно для фристайла, отдельно для медленного фристайла, отдельно для рейсинга, отдельно еще для чего-то. Здесь это можно сделать, если вы не хотите каждый раз через OSD пытаться вспомнить, какие же значения вы тогда находили и так далее. Я думаю, это хорошо. Это позволяет вам систематизировать данные и использовать те пресеты, которые вам подходят именно на данный момент, на данный момент полета. Опять же, нажимаем Connect, и здесь у нас определяется Betaflight. Betaflight 3.3, все правильно. Вот пиды, опять же, также рейты, тюн, можно также переходить в CLI. Но здесь вот в этой программе нужно за CLI платить. Поэтому, если вам нужно реально в командную строчку зайти, я предлагаю другие приложения использовать, поскольку здесь это платно. Но пиды здесь настраивать бесплатно. Типа, вот можете сохранить, брать какие-то настройки и так далее. Кроме того, хотел добавить, что у iNav есть собственный Mission Planner, который позволяет вам использовать его и использовать, например, добавлять всякие различные точки на карте и так далее. Называется он Mission Planner для iNav. Подключается он точно так же абсолютно, как и другие. Просто втыкаете сюда, либо используете телеметрию. Выбираете здесь устройство, я выбираю USB, назад. Подключаемся через него. И, как видно, здесь у нас он показывает какое-то положение, показывает высоту, дальность. Кроме того, что мне нравится, он сразу показывает карту. Вы можете развернуть телефон на бок и видеть, сколько у вас спутников, как далеко вам до дома, с какой скоростью вы летите, как у вас RSS, потребление, режимы и так далее. Кроме того, здесь можно на карте быстро вставлять точки, чтобы коптер летал сам по точкам и так далее. На обычном iNav очень удобно реализовано. Действительно, неплохо программка работает, хотя и чутка потупит. Я ее, по-моему, уже даже, кстати, купил. Да, это купленная программа. Но, тем не менее, если вам интересна такая тема, здесь можно абсолютно удобненько использовать это все дело. Кроме того, я вот в этом видео, кликайте сюда, показывал, как это настраивается, как ставятся точки, как настроить управление, чтобы удаленно работало это все дело, чтобы вы, стоя на земле, контролировали аппарат в воздухе. Ну и последнее, самое, наверное, поразительное приложение, которое существует на данный момент на рынке, это SpeedDB. Появился оно буквально недавно. И, насколько я знаю, это Runcam. Бренд, суббренд от Runcam. Эти ребята очень много стараются. Действительно, крупная компания прикрывает их. Соответственно, они действительно хорошо и качественно работают. SpeedDB – это программа, которая позволяет подключаться, на данный момент, я так понял, ко всем полетным контроллерам. И самое главное, она работает просто шикарно. Выбираем здесь Bluetooth или USB. Я выбираю USB. Подключаемся. Выбираем порт. К сожалению, первая страница пока не работает. То есть она начинает грузиться, грузиться, грузиться и долго, очень долго грузится. Здесь поэтому не появляются наши с вами офсеты. Но, например, вторая страница уже работает. Здесь можно вставить точки. Опять, точно так же вы берете сюда, например, ставите точку. Можете настроить высоту, скорость, которую он будет добавляться. Потом сохранить. Поставить вторую точку. И вот здесь он будет показывать, что ваша пчелка будет. То есть ваш коптер летит с одной стороны и с другую сторону. Высота 50 метров. Потом сюда. Потом сюда. И так далее. То есть здесь тоже самое вы можете делать. Потом загрузить на полетный контроллер. И с помощью переключателя потом запускать эту миссию. Что мне нравится? Внешне программа выглядит очень похожим образом, как на компьютере. То есть вы сразу видите датчики. Они у вас работают, например. Также здесь у вас показывается, если failsafe, сколько батарейка и так далее. Также есть возможность настроить OSD. И это, наверное, самая удобная возможность настроить OSD, которую я вообще видел. Вы здесь вручную вот таким вот образом берете, например, какую-то надпись. System, например, message. И перемещаете туда, куда вам нужно. Хотите вот здесь. Хотите вот здесь. Хотите вот здесь. И таким образом вы очень быстро хоп-хоп-хоп расставляете все, что вам нужно по OSD. Потом сохраняете. И все. Это, наверное, самый удобный вариант. Кроме того, здесь можно обратиться в CLI. Но здесь пока недостаточно много параметров. То есть много чего отсутствует, к сожалению. Я разговаривал с ребятами, которые занимаются разработкой этой программки. Они говорят, что в ближайшие месяц-полтора добавят, во-первых, поддержку Butterfly. Во-вторых, нормальную поддержку iNav. Тем не менее, кое-что здесь уже, как видно, можно настроить. Но это, конечно же, недостаточно для полноценной работы. Но для полета по точкам, например, уже неплохо. Так вот, переходим дальше к Butterfly. Вставляем его сюда. И пытаемся подключиться по USB. Какой-то драйвер он нашел. Пытается инициализироваться. Но потом пишет, что ошибка. Эта прошивка не поддерживается. Здесь, на этом копте, стоит Butterfly. Как видно, поддерживается iNav, Betaflight, CleanFlight. И то iNav поддерживается лишь частично. Переходим поэтому к Betaflight самой. Подключаемся теперь к Betaflight. Берем, опять же, USB. Выбираем наш с вами порт. И тарам! Здесь у нас появляется абсолютно все, что вы могли просто представить. Здесь реально есть все. Друзья, вот что вы не можете здесь сделать, единственное, что вы не можете сделать, это прошить. Но для этого нужна другая программа, которая показывала DroneFlasher. Все, реально все. Остальное можно сделать здесь. Во-первых, здесь вы можете посмотреть, сколько у вас RSSi, батарейка. Ну, то есть вступительный экран. Потом все, что связано с различными UART-ами. Здесь вот, например, написано, первый порт у нас пустой пока. Третий порт у нас RX. Шестой порт у нас Tramp. То есть здесь, как он называется-то? Matej HV подключен. Поэтому здесь вот все расписано. Здесь вы можете выбрать на любой порт различную скорость. Выбрать, какой он выполняет функцию и так далее. Вкладка Configuration. Что меня поразило, здесь мало того, что как бы есть все действительно, так тут еще есть галочка Motor Direction. То есть вы даже здесь напрямую могли бы поменять направление моторов. Крутим вниз. Здесь также можно включить, выключить акселерометр, барометр, различные протоколы моторов, поправить ориентацию платы, настроить различные протоколы для приемника, расстроить различные фильтры динамические, включить-выключить Air Mode, LED Strip, телеметрию. Также поднастроить, что должен делать бипер. Можно настроить также шкалу вольтажа, шкалу амперметра. Здесь проверить, как это все работает. Потом переходим в Pit Tuning. Здесь можно настроить все рейты, все гейны, все значения здесь совпадают. Ребята заботятся о том, что с каждой версией Butterfly они действительно подправляли то, что они меняют в названии, например, параметров. Поэтому здесь все параметры, все работают. Кроме того, что мне очень сильно понравилось, здесь сразу также работает, например, ресивер-шкала, которая находится вот здесь. Она реально показывается, как на компьютере. Сейчас я включу аппаратуру. То есть печь, ролл, газ, все настройки, которые вам нужны, можно сделать здесь. Как видно, также выводится шкала RSS. Здесь можно подкорректировать. Low Stick, High Stick. Вот эта тоже шкала меняется в зависимости от того, как вы крутите. Она меняется не так плавно, как на компьютере, но вам этого достаточно, чтобы определить, работают ли ваши стики правильно. После этого вы переходите в различные моды, то есть режимы полетные также здесь настраиваются. Все очень удобно, выглядит почти как на компьютере. То есть здесь вы выставляете различные режимы, на какой канал, какой диапазон и так далее. Также вы можете немножко поработать с моторами, посмотреть, в какую сторону они крутятся. Здесь, к сожалению, я бы посоветовал все-таки пользоваться компьютером, поскольку эта тема достаточно грубо работает. Но тем не менее, давайте попробуем. Подключаем здесь аккумулятор. Ну, во-первых, здесь показывает значение гироскопа. Это уже хорошо. Но после того, как вы крутите вниз, вы можете поставить галочку, что вы хотите попробовать покрутить моторы и покрутить, например, первый мотор. Можно по одному значению вот здесь аккуратно крутить. Туда-сюда можно более грубо. Вот так вот, вот так само. И причем еще пока вы выставляете значение, мотор не меняет свою скорость. То есть вы сначала выставляете значение, которое вам нужно. Например, мне вот нужно 1050. Убираете палец, и после этого мотор начинает выставлять значение. Это очень удобно. Это вам позволяет меньше переживать по поводу того, что вы нечаянно дернуете палец, и у вас мотор закрутится вам в лицо на полную катушку. Также абсолютно настраивается здесь USD, настроивка, есть всех параметров. Вы можете выбрать их всех. Точно так же пальцы перенести, куда вам нужно. Сохраните это все. К сожалению, единственное, что я здесь не нашел, это здесь невозможно поменять шрифт. То есть шрифт, который у вас есть, шрифт останется такой же. Также можно поработать с Black Box. Насколько я понимаю, здесь можно выставить скорость Black Box, куда будет записать это, и, возможно, потом можно сохранить. Но у меня, поскольку Black Box нет, я это проверить не смог. Также здесь есть кнопочка, которая позволяет вам получить доступ к видеопередатчику, к настройкам видеопередатчику, то есть такие как канал, мощность, частота и так далее. К сожалению, почему-то у меня это не работает. Возможно, это работает только на Unify передатчиках. Как я не совсем понял. Возможно, это работает на полетных контролях, в которых прием видеопередатчик встроен. Например, как тот полетный контролер E-Chain, который показывал, так X. И также, естественно, у вас есть доступ в CLI, где вы можете, например, вбить Dump, нажать Send, и он вот все команды, опять же, выводятся, которые сохранены внутри, каждую из которых вы можете, естественно, скопировать аккуратненько, вот таким вот образом, и поменять какое-то значение на то, что вам действительно нужно. Это был первый вариант подключения. Давайте поговорим о втором варианте подключения, когда у вас нет вот такого шнурка, или вы не хотите париться. Шнурок это всегда хорошо, но что делать, если вам не нравится шнурок? Его нужно все время таскать с собой, иметь хороший шнурок, длинный, возможно, чтобы иметь возможность что-то подключить, все время в руке телефон держать нужно для этого и так далее. Это не самое удобное дело. И, кроме того, сложности возникают тогда, когда вам что-то нужно подправить быстро, или, например, в воздухе. Следующая возможность, которая присутствует на рынке, это телеметрия. Телеметрия бывает в виде беспроводных модемов, бывает достаточно крупная, бывает небольшая, бывает встроенная телеметрия и так далее. Например, на Crossfire есть встроенная телеметрия. Сейчас я покажу, как это работает. Здесь раньше стоял обычный OmniBus, но я решил попробовать вот этот вот OmniNext F7, учитывая, что он теперь работает на 3012, хочу попробовать. Я, поскольку у него дофига свободных портов, я подключил Crossfire не просто в режиме Crossfire, а плюс с телеметрией еще. Поэтому у нас есть возможность подключаться к телеметрии. Как это все конкретно настраивается, я уже показывал в одном из видео, вот здесь, по-моему, оно было, как управлять подрокоптером с телефона удаленно. Суть такова, что вы включаете в Crossfire Bluetooth в режиме Barrage. Все. Теперь убираете эту аппаратуру, ну, ставите, например, на землю это там с собой. После этого пытаемся подключиться, опять же, через PDB, заходим сюда, нажимаем Scanning. Но, насколько я понимаю, Bluetooth-устройство, он, к сожалению, чужие не распознает. То есть он распознает их только если это будет Bluetooth-модуль и, возможно, даже Bluetooth-модуль чисто от PDB. Я не знаю, зачем это сделано. И также можно зайти в Easy Ground Station. Вот здесь, например, все работает. Итак, нажимаем настройки, выбираем Bluetooth. Вот, например, у меня уже выбран Crossfire, которым я подсоединяться буду. Нажимаем соединиться. Ну, данные пошли. Лежит неподсоединенный полетный контроллер, ни к чему. Тем не менее, информация к нему идет. Приборная панель. Как видно, данные передаются. Могу повернуть сюда, сюда, поворачиваться туда-сюда. Вот, можно вбок вот туда-сюда провернуть. Можно посмотреть графики. Графики, как видно, идут тоже. Если начнут двигать полетным контролем, то они вот, они меняются. И такая телеметрия хороша тем, что она работает на невероятном расстоянии. Вот, можно PD быстро поднастроить и так далее. Такая телеметрия хороша тем, что вы не привязаны к вашему коптеру. Вы можете управлять. Я также показываю, как это делать в YNAF на дальнолетах. То есть, вы управляете там точками, расставляете как хотите. Все достаточно удобно. Также, вот, вы настроите, например, через Easy Ground Station различные пиды, режимы конфигурации. Смотрите, что у вас не так. Чуть-чуть подкрутить пиды, чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. В общем, все это можно немножко подкорректировать. И не обязательно каждый раз тащиться. Идти к коптеру, включать его, подключать, включать, выключать. Именно USB соединение вам здесь не нужно. На больших коптерах, например, часто используют большие модули телеметрии. И вы видите, они следующим образом. Тоже здоровенные штуковины, но у них иногда даже часто мощность бывает достаточно высокая. Там, например, 500 мВт, 1 Вт. Такие штуковины пробивают десятки километров в телеметрии. И вот они нужны, например, для автономных полетов. Когда вы, например, сидя дома, попивая чайку, отправляете ваш, например, беспилотник на несколько десятков километров, выполнить какую-то миссию, вернуться обратно. И чтобы вы могли это все контролировать, нужны вот такие вот модемы телеметрийные. В хоббином применении такие модемы на самом деле не нужны. И, наверное, самый обычный агрегат в таких вещах. Именно в хоббином использовании, когда вам нужно просто на расстоянии 5-10 метров использовать вашу связь, беспроводную, причем еще, и настроить какие-то мелкие вещи. Это вот такие вот Bluetooth-модули. Выглядят они достаточно простенько. Здесь какая-то микросхема, маленькая антенна. И сзади вот у нас 4 контакта. Питание и TX и RX, которые подключаются на UART. На любой свободный UART подключаете, включаете MSP протокол, отображается как устройство, вы к нему подключаетесь, и дальше можете уже через эти же программы, точно так же, как через Crossfire, например, подключаться напрямую к вашему аппарату. Но эта штука довольно здоровая, и, как всегда, нужна отдельным модулем. Посмотрите, например, Crossfire, сам модуль, ну, например, именно хоббийный модуль, модуль есть, например, у SpeedDB. У них, собственно, есть модуль, который, по-моему, вот такой вообще очень маленький, очень коротенький и достаточно неплохо работает. Ну, а если, скажем, Crossfire у вас нету, Crossfire для вас дороговато, вы не хотите использовать его телеметрию, если вы не хотите ставить большие модемы телеметрийные, которые бьют на несколько десятков километров, зачем вам это нужно, для примера, да, не хотите использовать шнурки, которые мешают и сковывают ваши действия, и не хотите использовать здоровенные вот такие вот Bluetooth-модули, которые требуют еще один UART, либо еще что-то. Для таких людей вот SpeedDB выпустили также контроллер. Это такой маленький полетный контроллер, который, на самом деле, достаточно, я думаю, может популярным стать, потому что в нем достаточно много чего интересного. Сейчас я расскажу вам чуть-чуть подробнее. Что у нас есть в комплекте с этой платкой? У нас есть небольшой коробочек, в котором у нас есть большой достаточно конденсатор, 35 вольт 470 микрофарад. Это то, что доктор прописал. Надеюсь, что он еще и low ESR. Кроме того, у нас есть небольшая наклеечка с QR-кодом. И вот такая вот инструкция, где написано, что куда подключается. Давайте здесь ее посмотрим. Вы имеете возможность подключить липо, и на обратной стороне полетного контроллера присутствует шунт, то есть датчик тока, который, кроме напряжения, позволит вам видеть еще и потребление текущее. Потом вы подключаете 4 мотора. Как видно, здесь напрямую есть выходы на моторы. Сколько они выдерживают, сказать сложно. Тут подписано, что датчик тока до 200 ампер. То есть, возможно, и сама ПДБшка выдержит такие токи. Она достаточно толстая. По сравнению с спрейсингом, например, эта платка немножко потолще. Возможно, она действительно выдерживает хороший ток. Но надо будет, конечно же, ставить, долетать, посмотреть. Отдельно есть пины. Отдельно есть пины, которые находятся вот здесь под приемник. Причем еще питание у нас идет не 5 вольт, а 4,5 вольта, что достаточно редкость бывает. Я не знаю, почему именно так. Кроме того, отдельно 3,3 вольта и RX2. Я, видимо, так полагаю, это для спектру мужских приемников. Есть выходы SL, SDA, то есть, для I2C-шины всяких барометров, компасов и так далее. Кстати, встроенного барометра нет, к сожалению. Это единственное, чего здесь не хватает для того, чтобы быть, наверное, одним из лучших полетников для iNav. Здесь есть UART 4, выход под LED-подсветку, то есть, сюда можно подключить ленты, выходы под моторы, под 4 штуки. Но, кроме того, здесь есть выходы под 5-й мотор, под 6-й мотор, под 7-й мотор. Под 8-й почему-то я здесь не нашел. Возможно, его нет. Как-то они сраны сделаны, но неважно. Также здесь вот UART 3-й, UART 1-й. Я так полагаю, здесь 4 UART порта выведены наружу, плюс к пятому подключен сам Bluetooth-модуль, который здесь на обратной стороне. Также здесь есть, конечно, выход под бузер и 9-ти вольтовый бег. Опять же, 9-ти вольтовый бег встречается сейчас не очень часто, но, тем не менее, он здесь есть. Вы можете питать свое оборудование, например, видеопередатчик и видеокамер. Также здесь выходы V-in и V-out, которые позволяют вам подключить к встроенному OSD вашу камеру и вывести этот сигнал на видеопередатчик. С другой стороны, у нас, как видно, неплохой набор различных всяких катушек, то есть, скорее всего, какая-то фильтрация присутствует, есть пару бегов. Поскольку здесь есть 9-ти вольтовый выход, я так полагаю, здесь это 9-ти вольт бег, 5-ти вольт бег. Кроме того, здесь есть вот такой вот чип. Это Bluetooth-модуль, который, к сожалению, я не знаю, где антенна выведена, но, возможно, он, кстати, внутри платы спрятана антенка и, скорее всего, будет неплохо. Говорят, что он ловит реально на метров 10-15 спокойно. И при подключении через несколько секунд появляется Bluetooth-устройство, к которому вы подключаетесь и настраиваете. Ах, да, забыл добавить. Естественно, это полетник F4, то есть F405, современное железо и МПУ-6000. Старый, но стабильный кироскоп. Я сейчас подаю на него питание. Не знаю, давайте посмотрим, работает ли он так или нужно подключать липо. И он, смотрите, он обнаружил сам свой полетный контроль. Ну, это понятное дело. Они сами под себя это все делают. Нажимаем сюда, кликаем, и он подключается к полетному контроллеру. Как видно, все четко работает. Я вот верчу платку, все передается, причем еще достаточно быстро передается. Да, как я говорил, 2 МБ Data Flash. Также есть доступ ко всем настройкам, но абсолютно тот же самый полетный контроль, как, например, какой-нибудь Matej 405, либо Amnibus F4. То есть очень похожее железо. МПУ-6000 плюс 405 процессор, плюс еще выход на ПДБшку. То есть этой платой можно заменить. Например, такие полетники, как Corner, такие полетники, как Matej CTR и так далее. Также есть доступ к ресиверу, к режимам и так далее. Ну, в общем, этот полетник позволяет вам использовать вот это вот устройство. И на расстоянии достаточно прилично, для того, чтобы не переживать по этому поводу, вы можете настраивать этот полетный контроллер удаленно со своего смартфона, планшета. И в данном случае поддерживается и iOS, который позволяет вам через Bluetooth подключиться к полетному контроллеру. Чуть позже я прямострячу его куда-нибудь и попробую на нем полетать, но я не знаю, достаточно стандартное железо. Я не думаю, что они могли здесь что-то сильно испортить или сильно что-то добавить и улучшить. Поскольку железо проверенное временем, такие полетники уже на рынке несколько лет, и мы прекрасно знаем, как они летают. Прошивки по Dynaf я проверил, ее, к сожалению, пока нет. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядьте в описании. Есть варианты с внешней телеметрией, есть варианты с стройной телеметрией, есть варианты с отдельным Bluetooth, с обычным модулем и есть вариант со шнурком. В наше время сейчас можно уже настроить реально все с вашего телефона. На этом все, пока!